Ценность басмолы. Что касается ценности басмолы, жена пророка Айша, да будет доволен ее Аллах, рассказала, когда они спослали пророку Басмолу, жители Мекки услышали, что горы произносят восхваление Аллаху. На это курайшиты сказали, Мухаммад, саляллаху алейху ассалям, заколдовал горы. Тогда Всевышний Аллах окутал Мекку черным дымом. Пророк Айша говорил, кто бы ни произнес басмолу от чистого сердца, соответствующей верой и убеждением, вместе с ним горы исполняют таспих, хотя мы этого не слышим. В хадисе, рассказанном от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, говорится, кто бы ни произносил, бисмиллаху ррахмани ррахим, ла хауля вала кувата илля билла, Аллах отводит от этого человека 70 различных бед. Сподвижник пророка Али, да будет доволен им Аллах, также рассказывал, кто оказался в беде или затруднительном положении, кто испытывает муки, тот пусть произносит бисмилля в упомянутой форме, и Аллах отведет эту беду. В хадисе, рассказанном от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, говорится, когда учитель велит маленькому мальчику-ученику произнести басмолу, и он ее произносит, Аллах предначертывает учителю, его родителям, ученику и его родителям освобождение от ада. Продолжение следует...